Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас в образовательном центре Музея современного искусства «Гараж». Сегодня мы начинаем новый сезон цикла лекции «Несиметричное подобие». Полное расписание этого нового сезона вы можете найти на сайте нашего музея в разделе «События». Первая лекция этого сезона посвящена двум арт-группам. Сегодня Ирина Кулик расскажет нам о движении Art & Language и коллективе Guerrilla Girls. Напоминаю вам, что вы можете задать вопросы по окончании лекции. Для этого вы просто можете поднять руку. Мы подойдем к вам с микрофоном. И также напоминаю вам, что все лекции доступны на YouTube-канале нашего музея. Передаю слово Ирине. Добрый вечер! У нас сегодня такие эксцентричные персонажи, поэтому у меня даже нет фотографий участников обоих коллективов, которые можно поместить на первый слайд. Это, как вы уже сказали, это американское объединение арт-активисток феминистического толка Guerrilla Girls и ныне активных, и группа весьма эзотерических концептуалистов, изначально английских, потом какое-то время англо-американских, ныне опять британских, Art & Language. И почему мне захотелось объединить, ну не захотелось, и почему я сочла возможным объединить две эти формации художественные. Ну, во-первых, первое, что вроде бы достаточно разнородные, потому что Guerrilla Girls это действительно скорее на грани искусства и активизма, их легче рассматривать как чисто активистскую деятельность, хотя интереснее рассматривать как художественную деятельность. И при этом это всегда очень понятно, и с очень прямыми посылами, с очень прямыми лозунгами, с очень прямыми фактами акции, реакции на те или иные процессы, происходящие в мире искусства, прежде всего, и не только в мире искусства, прежде всего, это то, что связано с дискриминацией женщин-художников и цветных художников. Вторая история, как бы, и, ну, то есть такая, как бы, плакатная, очевидная, активистская команда. Второй, как бы, Артен Ленгвич, старший, как бы, в данном случае, более раннее объединение. Это самый, наверное, самый эзотерический концептуализм, который тоже только можно себе представить, по отношению к которому и Джозеф Кошут, и даже коллективные действия, это что-то предельно понятное, ясное, и даже зрелищное, по-своему. Здесь эта работа, действительно, искусство как язык, и это искусство и язык, это как бы написание текстов как художественная практика, а не как писание текстов об искусстве, как искусствоведческая практика. Это очень сложный, странный, запутанный комплекс не произведений, а различных родов деятельности. Во-первых, как бы, вот первый пункт, наверное, что и то, и то, и другое объединение занимаются именно, что не созданием произведений, а деятельностью, неким процессом. Второе, что позволяет их объединить, это действительно принцип, что это как бы, что это два коллектива, и что для обоих, и для Герелия Гёрз, и для Артен Ленгвич принципиально, что это некое коллективное авторство. Не коллективное авторство, что это объединение. У Герелия Гёрз отдельных авторов нет, у Артен Ленгвич это несколько разных художников, не скрывающих свои имена, действующих, не скрывающих свои лица, действующих по отдельности, но при этом важно, что это именно что коллективное, как бы, некое, что это объединение, что это группа, потому что для Артен Ленгвич это понятие группы принципиально, потому что то, чем они занимаются и занимались, это вопрос о том, как поставить под сомнение саму категорию авторства, одной из принципиальных и самых, может быть, костных, самых романтизированных категорий, которые существуют в мире искусства. Вот что такое эта священная фигура автора, как с ней работать, и почему священность этой фигуры оказывается поводом для всевозможных идеологических манипуляций с искусством, и, собственно говоря, эти идеологические манипуляции с искусством Артен Ленгвич расследуют, так же, как расследуют, собственно говоря, идеологические манипуляции с искусством, гирилли и гёрлз, для которых понятие авторства, не их авторства в искусстве, а понятие авторства и фигуры художников в том, что они делают в той деятельности, которой они занимаются, тоже очень принципиально, потому что выясняется, против чего их крестовый поход, против того, что выставки формируются, исходя из того, что на всех выставках, во всех музейных коллекциях, во всех галереях всегда дискриминированы женщины-художницы, всегда дискриминированы цветные художники, всегда дискриминированы всевозможные меньшинства. То есть для этой истории об искусстве, опять-таки принципиальным оказывается, кто создает произведение искусства, и как мы к нему относимся, исходя из того, кто это, мужчина это или женщина. Ну, собственно, начну я, так сказать, начну я сегодняшнюю лекцию в обратном порядке, не в хронологическом, начну я с гирилли и гёрлз, потому что, ну, как бы, может быть, потому что бы попроще было, да. Вот это, как я уже сказала, американская группа объединения активисток, появившаяся в 1985 году, их имена неизвестны, их идентичности неизвестны. За время существования группы с 1985 года в ней успело перепобывать около 50 человек всего, и до сих пор, как бы, основа, как бы, то, чем они занимаются, это не, начинали они не с музейных выставок, а вот с таких вот, действительно, с гирилли, с расклеивания плакатов на улицах, со стикеров, с уличных демонстраций, и имена их, как я уже сказала, неизвестны, но у каждой из них внутри группы есть своя идентичность, каждый из них в интервью и в своих пресс-конференциях, во всей своей публичной деятельности, которой они, как активистки, собственно говоря, и занимаются, представляется именем одной из великих умерших художниц прошлого, там есть передоколу, там из самых известных, и остальные, к сожалению, менее нам известные персонажи, что ещё раз доказывает, что женщины-художники известны гораздо менее, чем мужчины-художники, и, собственно, с чем и борются гирилли и гонз. Сейчас, как бы, в одной из недавних статей про них было замечательно написано, что, да, среди нас есть люди разных поколений, бэкграунда и идентичностей, что оставляет вопрос абсолютно открытым, вполне возможно, там кто-то, теоретически среди них могут быть и трансгендеры, и мужчины, и кто угодно, только тот, кто поддерживает эту идеологию. И то, чем они привлекают внимание, то, что было действительно идеальным находкой в их борьбе, это то, что они всегда ходят в этих самых масках горилл, которые являются одним из самых сильных художественных составляющих их деятельности, их активизма, то, что делает их активизм, то, что к нему привлекает больше внимания, чем если бы это были обычные демонстрации. Вот такая коллективная идентичность этой самой гориллы, которая ведет свою герилью. Откуда это, как бы, у самой этого образа есть два источника теоретических. Одна из более-менее официальных версий говорит, что активистки на каком-то из ранних своих этапов творчества, кто-то из них то ли оговорился, то ли сделал описку и сказал вместо герилля, сказал горилла-герс, и им очень понравилась эта идея с гориллой, и они ее оставили. Отсюда появились эти маски горилл, в которых они выступают, потому что до этого они не выступали, занимались своей деятельностью, субверсивной, как полагается людям, которые занимаются субверсивной деятельностью, они скрывали лица, и они выступали в балаклавах, как Пусси Райт, в каком-то смысле их наследницы. И потом, после того, как появилась эта оговорка, возникла эта идея с масками, и возникла, и, наверное, в этот момент, это, собственно, герилли и герлз из активисток превратились в некое художественное направление, потому что возник некий достаточно мощный, эффектный образ. И вторая, более интересная, не очень подтвержденная версия, что сама эта идея женщины в маске гориллы возникла из фильма 1932 года «Белогора и Венера», одного из самых знаменитых фильмов «Марлен Дитрих», где Марлен Дитрих играет кабаретную актрису, и один из номеров, который она показывает, это очень знаменитая сцена, она появляется в костюме гориллы и показывает, можно сказать, стриптиз, прекрасная блондинка, которая появляется из-под этой шкуры страшной, брутальной, теоретически ассоциируешься, прежде всего, с такой брутальной маскулинностью гориллы. И фильм этот сам по себе, я его не видела, я видела только эту сцену, потому что она существует, во множество нарезок включается всегда, как один из самых эффектных музыкальных номеров кинематографа. А фильм этот считается, как ни странно, при всей эксплуатации женской красоты, он считается просто феминистическим, потому что история о том, что она вынуждена идти заниматься вот этим кабаре, потому что ее муж тяжело болен, и она собирает деньги на то, чтобы он смог выздороветь. И когда он уезжает лечиться в другую страну, она знакомится с состоятельным мужчиной, посетителем этого кабаре, который ей покровительствует. И, соответственно, это женщина, у которой не может быть выбора, потому что муж отбирает у нее ребенка. Ну, такая история про то, как женщины все время вынуждены быть эксплуатированными в этом мире и не получают за это никакой благодарности. Это одна из интерпретаций этого фильма, что это такой протофеминистический фильм, невольно феминистический, и сам этот образ воинстве, как бы женской женственности, которая может надеть на себя доспех вот этой гориллы, очень провокационный, очень секси, очень двусмысленный. Он, конечно, совершенно замечательный, и очень хочется, и очень трудно предположить, что гириллии герлс не использовали этот образ, придумывая свои гориллии маски, потому что тем более, что в том, как они одеваются, и в том, как они выглядят, они вполне вот эту свою женственность и секси подчеркивают при всех этих масках, и дальше там эта игра будет продолжаться. И впервые, по какому поводу они, собственно говоря, возникли, когда это движение возникло, как движение возникло, оно в 1985 году, когда в Нью-Йоркском музее современного искусства МОМА проходила огромная ретроспектива современной живописи скульптуры, модернистской живописи скульптуры. Как бы лучшее, что было в современном искусстве XX века за 50 лет, за 100 лет, вот такая очень папостная ретроспектива, о которой кураторы не вполне корректно говорили, что те художники, чьи работы не взяли на эту выставку, должны вообще задуматься о том, тем ли они занимаются в этой жизни, да, тут такой бэст такой. Вот, и на этой выставке из 169 участников было только 13 женщин. И не было ни одного чернокожего американца, например, художника. И эта выставка, и эта фраза из интервью куратора вызвала огромное возмущение у художниц и у представителей национальных меньшинств, что как бы вот мы не виноваты, что нас не взяли на эту выставку, почему мы должны задумываться о своей карьере, а не музей должен задумываться о том, каким образом он формирует эту выставку. И эта выставка вызвала демонстрацию протеста. И, собственно говоря, с этой выставкой, как бы, и демонстрация, это тоже один из, митинги, это тоже один из видов деятельности гирели-герс. 92-й год, это уже не эти, это выставки, это манифестация против музея Бугенхайма, по-моему, по каким-то аналогичным поводам, что там тоже было несправедливо, гендерная несправедливость была в формировании коллекции, в формировании выставок, где и с требованиями самыми разными, где есть эта демонстрация, где есть, помимо, собственно, требования справедливости в художественном мире совершенно традиционная для феминистского движения, в особенности в Америке, слогана «Оправе на аборт», как традиционной ценности, между прочим, как бы феминистского движения. Вот, и с требованиями, да, где вся эта демонстрация женщин, как вы видите, в основном, выходит с вопросом как бы по поводу очередной, видимо, экспозиции музейной. А почему здесь нет художницы Анны Мендиетты? Анна Мендиетта американская художница кубинского происхождения, совершенно замечательная, которая очень мало сделала в своей жизни, потому что она погибла, достаточно молодой, погибла, она при невыясненных, не совсем выясненных обстоятельствах, и долгое время в ее смерти подозревали, что она была убита своим мужем, также очень известным художником Карлом Андреем, минималистом, о котором мы говорили на одной из лекций. Он был оправдан, его судили, было оправдан, с него сняли обвинение, но до сих пор многие феминистки считают, что его оправдали только потому, что он был знаменитый художник-мужчина, белый американец и белый американец-мужчина всегда больше прав, чем кубинская художница-женщина, что это было такое совершенно дискриминационное решение, о чем я ничего не знаю, кто из них прав, я не американская правосудия, потому что не знаю настолько подробно детали этого дела. И, собственно говоря, вот дальше начинается активизм Гирилли и Гёрдс, которые рассылают всем музеям очень точный подсчет, сколько, на какой выставке у вас, какой у вас, так сказать, состав выставок. Только три белых женщины, одна цветная женщина и ни одного цветного мужчины из 71 художника, представленных на этой выставке. Что это, собственно говоря, за безобразие пересмотреть свои взгляды на формирование выставок, на формирование коллекции объекта желания? Это выставка объекта желания, там все-таки выбрана как раз для постера фотография работы как раз женщины Мэри Топпингеймс, знаменитый меховой завтрак, из которого из этих мехов выглядывают эти самые маленькие гориллы с требованием в том числе переназвать выставку не объекта желания в современном натюрморте, объекта мужского желания среди кураторов музея. Ну, это традиционно, что женщины зарабатывают две трети от того, что зарабатывают мужчины, а женщины-художницы зарабатывают одну треть от того, что зарабатывают мужчины-художники. И у них были коллаборации всевозможные, была такая коллаборация, это постер, который был сделан вместе с знаменитой концептуалисткой Дженни Хольцер, ее шрифтом, ее фирменным шрифтом, ее форматом. Ну и, собственно говоря, одна из первых проектов «Герелия Гёрз», это вот такие вот письма, которые они дорогой коллекционер, дорогой дедочка-коллекционер, в котором они спрашивают, почему, собственно, ваши коллекции недостатки, почему вы не покупаете в достаточном количестве работы женщин-художницы, это как бы непорядок, да, это как бы почему, почему вы считаете, что они заведомо хуже. И при этом это очень трогательно оформленное письмо, которое написано так, как должна писать девочка, на розовой бумаге, с цветочком, да, вот совсем это с пародией на всю ту стереотипную женственность, которую ожидают даже от от Горилл, и от Герелия. А проект, который, так сказать, не утрачивает свои актуальности, потому что такие письма посылаются уже в 2008 году, когда появляется и крепнет китайский арт-трендер, значит, китайскому коллекционеру на китайском языке, тоже с таким замечательным лапой с накрашенными красными коготками, каким-то конкретным личным коллекционером, и что забавно, что, естественно, эти самые, что здесь, на эти музеи, эти письма, написанные уже сейчас, известные группы, становятся предметом коллекционера, они становятся частью коллекции этого коллекционера, немножко, может быть, изменяя количество работ художниц в его собрании. Но начиналось, помимо писем, это были вот такие расклеивания, расклеивания постеров. Это все время один и тот же вопрос, одни и те же вопросы. Сколько женщин есть в такой-то коллекции в таком-то году? Сколько персональных выставок было у женщин-художниц в каких галереях? Сколько галерей показывают больше, менее, чем 10% художниц в своих коллекциях? И такой идет постоянный мониторинг того, что происходит в музее. Вот за 86-й год собрание галереи. Список всех нью-йоркских, видимо, галерей, вот сколько у них там было выставок, сколько было работ. Только четыре коммерческие галереи в Нью-Йорке показывают чернокожих женщин. Только одна показывает больше, чем одну чернокожую женщину, художницу в своей галерее. Еще одно письмо коллекционерам опять-таки о дискриминации женщин и небелых художников с уже такими как бы вполне себе раскладами финансовыми. Если вы их вовремя купите, вам же будет выгоднее, они скоро вырастут в цене. Почему бы в них не вложиться, в конце концов, как это всегда бывает. Ну и вот со всеми этими рассылками и комментариями по поводу дискриминации в арт-мире. вот такая парадная фотография художников музея или какой-то галереи с подписью, что гормональный дисбаланс и нехватка меланина. То есть нету женщины, нету чернокожих. Где напоминание о том, что принят законы против дискриминации. наконец музеи должны все-таки послушаться. Вопрос о том, что общего у всех этих художников. Все они были показаны, все они выставляются в галереях, которые не выставляют, выставляют меньше 10% художниц. Они все участвуют в этой дискриминации. Что общего у этих людей? И это как мы возвращаемся к истории Карли Андре, где он здесь крайне нелицеприятно сопоставляется с О'Джей Симпсоном, которого также скандально оправдали в подозрении об убийстве жены. Каковы преимущества быть женщиной, быть художницей? Что ты можешь не выбирать между карьерой и семьей, а пахать на то и на другое, что тебе там. Долгий список, который я не могу прочесть, к сожалению, потому что мелкий шрифт вам, наверное, виднее. Все эти напасти, с которыми приходится сталкиваться художница, которая не хочет при этом отнять жилье. Как можно исправить как можно быстрее коллекцию, которой до сих пор нету, когда уже это перестало быть модным, а собственно говорить, быть расистом и сексистом, что надо делать. Определение, что такое лицемерие, когда коллекционер, который покупает только работы белых художников, мужчин, при этом пользуется либеральными льготами, не будучи при этом либералом. И список, кого мы в этом году будем рассматривать на предмет справедливости, отсутствия дискриминации, какие музеи, какие выставки, что гирилли герлз проинспектируют. То есть такая постоянная инспекция. Естественно, в 80-е годы, когда действительно более-менее политкорректность, феминизм становится более-менее мейнстримом на словах, если говорить, ну как же, мы продолжаем выставляем женщин, художницы, и они показывают график, а что на самом деле, что по цифрам, что по фактам получается. И в этом смысле, конечно, замечательным образом наследуют язык и методы концептуального искусства 70-х годов. То есть такой прямой предшественник Гирилли Герлз это Хааки с его проектами, с его опросами, музейными опросами, с его разоблачением коллекционеров, с тем же самым журналистским расследованием, которое оказывается языком искусства в данном случае, и языком разговора об искусстве, что для того, что мы не можем говорить об искусстве отвлечённом, мы должны думать о том, как этот арт-мир устроен, и почему мы чаще видим художников, чем художниц на выставке, почему мы решили, что искусство состоит в основном из этих самых белых мужчин, это действительно так, или эта история переписывается и складывается и рассказывается таким образом в интересах власти, в интересах тех, у кого больше власти в данном мире. Насколько это принято нам историей искусства относительно, насколько она связана с идеологией, с бизнесом, а, собственно говоря, не с качествами самого искусства. и поэтому как на самом деле консервативный арт-мир, что даже автобусные компании более просветленные, чем Нью-Йоркские галереи, так шоферов автобусов женщин больше, чем сотрудников, чем художниц в галереях. Ну, вот это постоянная анкета по поводу того, позорный список критиков, которые недостаточно много пишут про женщин, художниц. И появляется вот это, причем это интересно, что все это оказывается немножко смещенным и вызывающим гораздо больше интерес, когда сама фигура этого инспектирующих искусства активисток, это фигура вот такой вот достаточно провокационный горилла, герилли, которая более угрожающей вроде бы и более забавной, что это как бы, что в этой анкете есть вызов, что в этой анкете, что в этих расследованиях есть вызов, что в этих расследованиях есть провокация, что в этих расследованиях есть юмор, который смещает наше восприятие мира, потому что, собственно говоря, чего они хотят добиться, это сместить наше восприятие мира. не все так очевидно, как нам кажется по музейным коллекциям. И в этот момент они начинают работать, собственно говоря, с картинкой. Первый постер, который они делают с картинкой, это вот такой вот постер, одна из самых известных их работ, коллаж «Должна ли женщина обязательно быть голая, чтобы попасть в метрополитен музей?» Откуда возникает эта история? От того, что они там сходили в метрополитен, один из самых больших художественных музеев, и посчитали, сколько там в коллекции женских ню на полотнах и сколько там в коллекции женщин-художников. Ну и там, естественно, цифры вот здесь вот приведены. И из этой истории, из этого подсчета появился вот этот самый постер, где есть обнаженная энгра, то есть такая самая идеальная женская ню, самая знаменитая женская ню в истории искусства, к которому приделана вот эта вот возмущенная, рычащая голова гориллы. И делали, как бы, они сделали этот постер для Нью-Йоркского, американского фонда паблик арта, рассчитывая, что он будет работать, ну, как билборд, да, что это будет расклеено по городу. А этот, как бы, и фонд отказался. Они не стали это выставлять, они не стали эту работу выставлять, не стали ее делать публичной. И тогда Гирилли Герлз выкупили сами рекламное место на автобусах, одной из нью-йоркских компаний. И автобусы сначала им это место продали, а потом через какой-то момент все-таки сказали, нет, мы расторгаем сделку, это слишком провокативный, это слишком провокативный постер, нам не нужна провокация, почему голая женщина. И что это она держит в руках? Вы уверены, что это веер, выглядит немножко не так, да? Хотя она держит веер, это честная репродукция энгра. То есть по какому-то такому совершенно, пусть и вымышленному, натянутому поводу. И на самом деле они, как бы, Гирилли Герлз, полагают, что дело было не в том, что эта картинка про обнаженная энгра может кого-то так уж смутить, да? А в том, что никто не хотел связываться с метрополитом. Даже автобусная компания, это слишком мощная организация. Но, тем не менее, в конце концов, справедливость восторжествовала, и постер этот очень известный все-таки во всяких публичных пространствах появляется. И вместе, естественно, с самими Гирилли Герлз, с самими воинствующими гориллами, которые представляют его, и которые продолжают инспектировать музеи, в том числе старинные музеи, на предмет того, что изменилось, сколько там появилось художниц, и сколько там появилось или убавилось женских нюб. Один из последних их отчетов был про то, что женщин-художниц немножко, не очень сильно, но прибавилось. Женских нюб, сколько было, столько и осталось, а вот зато прибавилось мужских нюб. Какая-то справедливость наступила, небольшое смещение. И борьба все время продолжается, что что бы ни делалось, как бы нам ни казалось, что все по-прежнему так же, насколько бы официально и не становилась риторика политкорректности, все равно в 1997 году по-прежнему все не очень меняется. А что на Венецианской бейенале, а в Венецианской бейенале 2005 года, как раз это была бейенале, в которой в первую основной проект делали кураторы женщины, поэтому это была очень профсименистская выставка, как раз основной проект в Венецианской бейенале, как раз представить историю искусства 20 века, последних 50 лет, так, чтобы в ней не были одни сплошные белые мужчины, чтобы не были женщины, чтобы не были меньшинства, как она может выглядеть. Но при этом в 2006 году они все равно делали, что такое женщины-художницы. В Венеции берут просто, по-моему, это из фильма «Феллини. Сладкая жизнь», вот с такой, как бы самой, вспоминаю, эксплуатационной, сексистской картинкой. И вот, опять-таки, их активизм в Венеции продолжается. А также, как в каком-то момент их начинают занимать не только историю искусства, но и как раз использование кино, лексикон, использование образов, риторики, желтой прессы, вон такой кошмар в National Mall. National Mall – это вашингтонский музейный квартал, который находится там же, буквально между Капитолием и Белым домом, и там же, наверное, на этой же линии стоят все главные вашингтонские музеи, в том числе музеи современного искусства. Вот это как бы все вместе, то есть такое место власти, которое интегрировано с местами главных американских арт-коллекций, называется National Mall. Вот почему там все, как бы, тысячи женщин томятся в подвалах National Mall. О чем идет речь? Речь идет, естественно, о том, что даже если в собраниях, музейных собраниях есть работы художниц, они лежат в запасниках. Они включаются в основную экспозицию, поэтому все эти женщины оказываются узницами, томящимися в подземельях национального мола. С требованием освободить из запасников женщин уже не только в национальном моле Вашингтона, но и в европейских музеях. И постепенные такие, как бы, что вот, наконец, панические тоже под желтую прессу стилизованные заголовки, что вот музей сдаются радикальным феминисткам, какой ужас, остановите это все. Ну вот там уже что-то начало происходить, да, мне прям уже мужчинам угрожают, тоже это все как бы делается достаточно иронически, и абсурдически, чтобы, опять-таки, с фигурой гориллы, естественно, участницы группы с большим удовольствием фотографируются с этими своими произведениями, вообще являются как бы носителями этой идеологии, а не просто людьми, которые составляют эти списки. И вот эти небольшие подвижки. Давайте посчитаем, что же изменилось с 1985 года по 2015. Да не так уж и много, да. Найди 10 отличий. Один, два, ну, в общем, совершенно непринципиально, да, при всей победе, как бы вроде бы победе политкорректности, на самом деле ничего не меняется. И вообще, насколько там несправедливый, например, искусство слишком дорого. Это один из главных слоганов, да, который здесь вот так проецируется. Откуда берется этот слоган? Это уже обращение к, немножко другой аспект борьбы, это обращение уже к музеям, коллекционерам и галереям, которые на билбордах, да, которые начинаются, написаны в стиле анонимной записки, да, с вырезанными из газеты буквами. Что, конечно, мы понимаем, что искусство очень дорогое, да, даже оно не всем миллионерам по карману. Поэтому понимаем, почему вы не можете нормально платить своим сотрудникам, дорогие коллекционеры, галеристы и музейщики, да, искусство очень дорогое, но сотрудников-то надо нормально оплачивать, в конце концов. И это тоже уже такой социальный пафос о том, что мир искусства – это тот же мир, для которого должны работать те же законы социальной справедливости, да. И как и Хоаки, в данном случае Гирилли и Гёрст продолжают исследовать, что музейный мир, мир искусства, не является каким-то миром, отделённым от социума, что это не башня слоновой кости, что музей – это не то место, куда ты приходишь, метрополит, полюбоваться прекрасными картинами, чтобы забыть о том, что творится за стенами этого музея, вся эта несправедливость, которая тебя возмущает. Нет, это тот же мир, это часть этого же мира, и никакого прекрасного искусства, отдельного от власти коллекционеров, власти денег, идеологии, и в конце концов, в том числе, этих плохо оплачиваемых музейных сотрудников не бывает, что это всегда часть этого одного и того же большого мира с одними и теми же проблемами. И деятельность Гирилли и Гёрст не связаны, у них несколько подразделений, в том числе, в основном, это, конечно, арт-группа, и это деятельность, связанная с музеями и с галерейами, но там есть театральное подразделение, опять трагедия на Бродвее, и это не электро, это дискриминация актрис и режиссёров. Объявления стилизованы под объявлением Фае-театра, в этом театре запрещены фотографии и записывающие устройства, а также постановки пьес женщин, авторов, драматургов. Ну, вот ещё одна история про как прекрасно быть женщиной-драматургом в данном случае тоже, от чего вы можете свободно, вам не нужно покупать, там, по-моему, было, что вам не нужно покупать перчатки каждый раз, когда вы придёте на премьеру, потому что на премьеру вас не зовут, у вас их не так много, например, да, какое облегчение, не нужно тратиться на туалеты. Вот, и, ну, собственно, такая, да, мужчина-женщина такие, что это такое. И следующим, естественно, объектом инспекции гириллия Гёрст становится Голливуд с его нравами, тоже сцентрис, с публицистической активистской кампанией, которую они там проводят накануне Оскара, накануне, когда начинается гонка за Оскаром, где там достаточно много разных историй. Это одна из историй, в которой тоже фигурирует ещё одна версия, уже тоже не обнажённая Энгра, но такая же версия секса Гориллы, победоносная. Вот мне очень нравится, что они выбирают образ одновременно женщины и провокационные, и монструозные, и победоносные в том числе. Вот, там, то, что происходит в кино, то, что происходит в культуре, мы боремся с тем, что мы со стереотипным представлением женщины, что мы, что я там не… я боюсь, что моего знания английского разговорного не хватит, потому что вот я не то, что ты представляешь, я не фан-фаталь, я не гейша, я не девушка из соседнего двора, там, не хорошая католичка, ну, там, не сучка, не то, не то, не другое, не третье, то есть огромный список всех тех стереотипных ролей, которые могут быть приписаны женщине в современной культуре. Вот, не то, не другое. Очень подробно, почти не оставляющим никаких лазеек, чем мы можем быть. И когда они устраивают свой активизм в Голливуде, там, спрашивают, какой бы вы хотели увидеть феминистический фильм, они говорят, что мы поняли, что вот тот фильм, который мы не хотим увидеть, который будет называться «Рождение феминизма», как «Рождение нации», и в котором главных активисток в истории, главных героиней феминистического движения будут играть, естественно, Фомела Андерсон, Харри Берри, Кэтрин Зетта Джонс, вот это предельно секси, потому что женщина в голливудском фильме, кем бы она не была обязана быть секс-символом, и участвовать в этом должен быть продюсером, режиссером, автором саундтрека, должны быть те мужчины, которые известны более всего как раз этой стереотипизацией женщины сексизмом, то есть там должен быть Оливер Стоун режиссером, и, по-моему, эмином автором саундтрека, то есть это такой кошмар феминистки, что будет, если Голливуд снимет фильм про феминизм по существующим голливудским канонам. Как выглядит анатомически корректный Оскар, он выглядит как этот самый человек, обладающий властью в Голливуде, такой пример на Харри Больштейн. И что было, что большая часть приприза за сценарием уходит мужчинам, только 5,5% Оскаров за лучшую роль уходит не белым, то, что продолжающийся этот скандал, и ни разу женщина-режиссер не получал Оскар, но с 2002 года все-таки что-то изменил. Один раз получили. По-моему, один раз Кэтрин Бегелов все-таки получила Оскар, и это замечательный режиссер, замечательная постановщица, которая снимает такое принципиально мужское кино про войну. Кто-нибудь... Я думаю, что если кто-нибудь знает ее фильмы, такое очень... Почти нарочито мужское, слишком. Ну и вот такой визит в Голливуд. И, естественно, что даже в Сенате больше сенаторов женщин, чем в Голливуде женщин-режиссеров, что даже все оплоты консерватизма ничего по сравнению с тем сексизмом, который в скрытом виде существует в арт-мире. Вот такая вот опять-таки история про освободить женщин, томящихся в подвале. В данном случае освободить такой Кинг-Конг, Квин-Конг, как они вот это горилла, которая требует свободы женщинам-режиссерам. И, естественно, это выходит как в какой-то момент деятельности, посылы гириллингов выходят за пределы собственного изобличения нравов, скажем так, арт-мира или Голливуда. И они солидаризуются с основными феминистическими слоганами, что это была такая полушутка, что якобы в кодексе для женщин-военнослужащих американском было написано полпункт «Если вас насилуют, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие». Такое совершенно чудовищное. И здесь они говорят, да, естественно, а что нам еще остается, потому что не расследуются эти дела. Ну, это как бы у нас тоже, да, как бы что такое, за что она, женщина-военнослужащий, рискует своей жизнью в пресс-сексистском правительстве. Ну и там, естественно, это выходит за пределы отстаивания только прав женщин, это права бездомных, это права, это история вообще про дискриминацию, да, вот какие у нас есть праздники в году, там, день, месяц истории афроамериканцев, там, так далее, там и подобное. А что происходит, когда нету этих праздников, что происходит все остальное время, все остальные дни, да, дискриминация. Ну, это тоже такой слоган, с которым они работают. Какие новые праздники может объявить новый президент, месяц Куклуксклана, да, например, там и так далее, там и подобное. Да, то есть это как бы активизм, который продолжается. Вообще хорошо бы сбросить на это все эстрогеновую бомбу, чтобы не перестали быть такими мужиками, да, со всеми мужскими комплексами и мужскими проблемами, что хорошо бы они немножко изменили свое сознание там везде, в Сенате, вот так же как бы в правительстве, там, где существует власть. И, естественно, как бы стоит ли говорить, что они не за демократов, они не за республиканцев, и что поэтому идет, как бы все время идет переворачивание слоганов, да, республиканцы, которые против абортов. Но при этом, посмотрите, они же тоже верят в то, что женщина может делать все, что угодно со своим телом, да, и поэтому все примеры там пластической хирургии, да, которые связаны, насколько я понимаю, все-таки в основном с женщинами, которые поддерживают, придерживаются консервативных практик. Вот это с собой можно сделать, да, со своим телом. Даже сенатор Мишель Бахмангова считает, что мы все имеем одинаковые гражданские права. Кто это такая? Это консервативный политик, который баллотировался в президенты, у которой один из ее пунктов программы был запрет о гейбраках. Ну, при этом она ссылается тоже на эти общие гражданские права. Так вот она это говорит, поэтому послушайте ее. Не надо принимать тот закон, который она предлагает принять. Ну, и, естественно, это борьба, которая уходит в интернет, который сейчас изменится, потому что он перестанет быть таким мужским и белым, потому что Гирилли Герлз запускают свой сайт. Да, у них есть театральное подразделение, которое занимается уличным театром и перформансами, и таким документальным театром, интерактивным театром, театральной терапией, когда они помогают женщинам, пережившим насилие, выговориться и рассказать этот опыт, и каким-то образом поговорить об этом. И такая разнообразная деятельность, которая интересна. У них уже там была инспекция в Европе, когда под лозунгом в Европе все еще хуже, когда они опрашивали европейские музеи, британские музеи, о том, сколько там представлено, насколько сбалансировано, собрана коррекция. И только один из четырех музеев отвечал на их письмо, не говоря уже о том, что там, в принципе, стало необходимо ответить на этот вопрос. И при этом, опять-таки, очень интересно, как это выстраивается по картинке, что половина этой практики это активизм, стикеры, замечательные маски горилл, а другая – это бюрократический почти, что язык, продолжающий исследование и журналистские расследования, цифры, подсчеты, которые являются частью концептуальной эстетики, эстетики концептуализма. Но вот разбавленные вот этим самым очень ярким образом. И идеи анонимности, естественно, идеи анонимности, которая у Гирилли и Гёрлс очень интересна, при том, что как бы вся их история, как бы этой анонимной группы, которая становится, не утрачивая своей анонимности, становится культовой, выпускает свой мерч, действует всеми теми средствами, которыми действительно можно действовать в сегодняшнем мире, придумывая этот логотип борьбы, придумывая этот образ борьбы, вот эту самую, более-менее, кокетливую гориллу, которая вызывает больше доверия, чем традиционный образ, так сказать, всерьез активистки. Абсолютно придумывая этих персонажей. И персонажи, которые, опять-таки, позволяются, как бы... Вмечательность в том, что, с одной стороны, вся деятельность Гирилли и Гёрлс про то, что всегда, в конечном итоге, про авторство, что не бывает искусства вообще, прекрасного искусства вообще, всегда есть искусство, которое создано мужчинами или женщинами, цветными или белыми, трансгендерами или цисгендерами, что это всегда нужно учитывать, что всегда важно, кто автор. И поэтому есть большой шанс, что две равнопрекрасные работы, автор одной из которых женщина, автор другой из которых мужчина, не будут увидены и не будут оценены по справедливости. Но при этом, собственно говоря, это отчасти отстаивание авторства. Но при этом для того, чтобы отстаивать эту важность того, кто делает искусство, кто стоит за искусством и кто это искусство покупает, спонсирует, коллекционирует. Да, они выбирают тактику анонимности, тактику совершенно замечательную, потому что они сразу снимают с себя те обвинения, которые бывают достаточно чисты в адрес феминисток. Ты феминистка, потому что ты старая и страшная, никто не знает, какие они, никто не знает, сколько их, никто не знает, как часто меняется эта группа, что там люди разных поколений, бэкграундов и идентичности, там кто угодно может быть. И это дает некое ощущение бессмертности. Откуда, как мне кажется, они взяли эту идею, абсолютно анонимные группы, прекрасная американская экспериментальная рок-группа The Residence, которая существует по настоящий момент, до сих пор существует, 1971 года, которые выступали как бы все эти страшное количество лет, никто не видел их лица. То есть они выступают всегда в масках. Что делает эту группу тоже гипотетически бессмертной, потому что в ней могли сколько угодно смениться участники, видимо, частично менялись. И ее даже невозможно разоблачить, потому что мне повезло, я с группой The Residence брала интервью. Как они отвечают? А что произойдет, если кто-то уйдет из группы и скажет, вот, это я был в группе The Residence? А какая разница? Он уже не будет группой The Residence, как только она оттуда уйдет. Группа The Residence – это то, чего нету ли. Когда у Гириля Герл спрашивают, а кто-нибудь знает вашу идентичность? Разные участницы говорят, ну да, мой партнер, мои близкие друзья, моя собака знает, кто я на самом деле. Но это совершенно не важно, кто ты на самом деле, потому что это кто угодно. Важны эти маски. Они про эти маски очень много говорят. Да, уже пора бы… У каждой из нас есть по три маски, на разное время года, на разную погоду. Вообще уже давно пора их заказать дизайнерам, чтобы это было удобно. И, конечно, можно сворачивать в трубочку и класть в чемодан, когда это достаточно большая конструкция. Но всегда выступают неконкретные женщины, у которых участницы этой группы, у которых вполне возможно кто-то из них в другой жизни известные художницы или, не знаю, режиссеры или писательницы, кто угодно, арт-критики. Никто не знает. А кто-то преподаватель, кто угодно. А важно именно вот эта коллективная идентичность, которая выступает, собственно говоря, за то, что авторство важно, выступает абсолютно анонимная группа, никто не знает, в том числе расу, кто они. И в каком-то смысле эта герилья Гёрст может стать кто угодно. Это могут быть все. Вот такие проекты, которые они делали во время съемки с недавних воркшопов, которые они, по-моему, в Лондоне делали, когда кто угодно мог прийти на их воркшоп и задать существу волнующие его гендерные вопросы, вопросы, которые они вообще хотят задать этому музею и миру. Но взяв эту гориллю-маску и представившись от лица, мы все можем быть эти герильи Гёрст, мы все можем принять участие в этом проекте, потому что этот проект не про звездность, в отличие от всех остальных проектов. И вот такой постер, наконец-то мы выяснили, кто такие герильи Гёрст, а вот все подписавшие. Это все такая коллективная идентичность. Ну, собственно говоря, как бы герильи Гёрст – это, как я уже говорила, что это такой язык и проблематика в общем концептуального искусства, которое превратилось в активизм, именно потому что они используют язык и проблематику. Все-таки искусство – это активизм, который вызывает интерес, прежде всего, доверие и симпатия. А началась вот как бы группа, собственно, Art and Language, британская группа, которая образовалась в 1967 году. Эта группа также исследующая на совершенно другом и на более раннем витке, исследующая то, каким образом искусство существует через описание искусства, каким образом кто решает, что это является искусством, а это не является искусством, каким образом искусство зависит не от самого себя, а от окружающей его, постулирующей его политики, идеологии, социума и так далее. Группа образовалась в 67-м году, кто-то в 68-м, кто-то в 69-м, собрали это в английском городе Ковентре, но так или иначе предпосылками для этой группы стали отдельные проекты, которыми занимались разные ее участники. Ян Бёрн – австралийский художник, живший в то время в Лондоне, который шел от мейнстрима того времени от абстрактного искусства, от геометрической абстракции. Именно абстрактное искусство будет тем искусством, единственную модель, право которого на единственность, как модели искусства, будут оспаривать концептуалисты, в том числе Art and Language. Начинали они сами с этого. Но в какой момент абстракция превращается в концептуальное искусство, то он делает такая замечательная геометрическая абстракция в 50-х, 60-х, где у него все цвета пронумерованы. Пронумерованы они. Что значит эти номера? Они обозначают тот порядок, в котором зритель должен смотреть на эти цветовые пятна. Пожалуйста, сначала посмотрите на черное, и только потом на бежевое, и только потом на красное, и только потом на желтое. И это то, что вызывает абсолютное замыкание восприятия, потому что он специально выбирал, он знал психологически, что первый цвет, что ты другой цвет выберешь спонтанно. Красный, наверное, первый. И тебя пытаются заставить задуматься о том, в каком порядке ты вообще воспринимаешь цвета, и более того, понять, что когда ты их пытаешься воспринимать в том порядке, в котором их предлагает воспринимать художник, что-то не идет, что-то не получается, ты испытываешь дискомфорт, у тебя разрушается автоматизм твоего, собственно говоря, акта смотрения картины, на котором построено в тот момент казавшееся традиционным, единственное возможное восприятие искусства. Он продолжает там, он делает синий рефлекс, он делает такой, собственно, монохром, синее отражение, монохрома его Кляйна, но настолько отполированные поверхности, что зритель не может его видеть как монохром, он видит в нем свое отражение и начинает, естественно, рассматривать свое отражение, как мы, я думаю, что все мы с этим сталкивались, когда у нас есть в музеях картины под стеклом, которые очень сильно еще бликуют, да, ты хочешь, не хочешь, а ты начинаешь видеть себя, не знаю, там, поправлять волосы, да, это такое автоматически происходит. И от этой истории, да, от того, что никакая монохромная картина, никакой этот Эвкляйновский, абсолютно синий, не может существовать вне зрителя, который его смотрит, не может существовать сам для себя и в себе, начинается его, собственно говоря, то, что Берн делал, то, что он внес, Вартан Гринвич, начинается, как тематизация самого проблемы, акта видения, зрения, восприятия, зрения, которое тебе всегда, твое произведение, которое тебе возвращает твой собственный взгляд, он начинает работать с зеркалами, да, вот такие, как бы, шесть зеркал, каждый из которых помещено под разное количество слоев прозрачного стекла, то есть у тебя есть одинаковые зеркала, но отражение в них незаметно разное, вот это под одним слоем стекла, это под тремя слоем стекла, что-то меняется, зеркало перестает быть, собственно, зеркалом, может быть, зеркалом, на котором написаны цитаты из философа Дэвида Юма, ни один объект не предполагает существование других объектов, но при этом предполагает, вот ты видишь себя, это может быть, ну, вот просто, что ты видишь, фотографию, прозрачную раму, зеркало, закрашенное зеркало, можешь ли ты посмотреть сквозь стеклянную, сквозь кусок стекла, если ты видишь сквозь него только белую стену, насколько это взгляд сквозь, каким образом эти игры с зеркалами, вернее, игры не с зеркалами, а с восприятием зрителя, с глазом зрителя может быть построен, что такое там, как может быть работа с дупликацией, с ксероксом, бесконечное, исчезающее, изменяющееся, распадающееся, ксерокопированное изображение, пустой страницы, которая перестает быть пустой, как бы, и второй художник, который тоже входит в Аркт-Ангенджи в последствии, понятно, что они начинают работать вместе, Майкл Болдин, потому что он работает с теми же самыми зеркалами, когда он выставляет зеркала, называя их безымянная картина, картина без названия, и занято, что при этом как-то не снимают, занято, что происходит с этими фотографиями, в данном случае, естественно, это работа одного из основоположников Артема Леновича 1965 года, классика, где она висит, она висит в музее, что в ней отражается, фотограф, который снимает, естественно, всеми силами пытается не влезть в это зеркало и не сделать свой портрет, как бы правильно делал, он пытается оставить эту картину пустой, что в нем отражается, в нем отражается произведение искусства, поэтому в любом случае это зеркало, окажется зеркало, в котором отразится либо зритель, либо другое произведение искусства, здесь, поскольку это музей снималось, вот там прекрасно, там фонтана отражается, то есть отражается, в общем, вполне небезымянное, вполне известное произведение искусства, это тоже один из эффектов этой работы. Либо в нем отражается зеркало в зеркале. Что за безымянная картина, что за картина без названия, на которую мы смотрим. А еще один из участников, Мэйл Рэмсден, он работает тоже с панохромом, с наследием черного квадрата, что такое черная живопись, которая просто одна черная полоса, что такое два черных квадрата, наложенные один на другой. Можем ли мы увидеть там второй черный квадрат? Что такое черный квадрат, как вот эта черная краска, не как монохром, а как автоматически. Что-то за этим скрыто. Недавняя была история, за черным квадратом обнаружилось фигуративное изображение, такое наивное восприятие. Наверное, там что-то под этим есть. Наверное, абстракция – это что-то, что от нас скрывает картинку привычную. Это такая логика восприятия абстракции. Что такое стопроцентная абстракция? Вот из чего она состоит? 83 того процента, 17 процентов того. Вот всевозможные формулы этого самого абстрактного. А почему и какими они могут быть? И дальше, почему они так занимаются именно этой историей с абстракцией? Потому что вторая половина 60-х годов – это тот момент, в который абстрактное искусство уже окончательно воспринимается как мейнстрим, как официальное искусство. И то, что предлагают арт-эн-ляндвич – это попытаться пересмотреть эту ситуацию, что является не мейнстримом, что такое преодолеть фигуру, что такое преодолеть идею и концепцию модернистского искусства, как единственное возможное модернистское искусство – это такой прекрасный прямой путь, который существует от кубизма к абстрактному экспрессионизму и тому, что за ним это настоящее искусство, это концепция Климента Гринберга, американского критика, который был главным объектом дискуссии, полемики арт-эн-ляндвич, искусство, которое говорит само за себя, искусство, которое абсолютно автономно, искусство, которое воздействует на зрителя, стимулируя его духовный рост, искусство, которое не нуждается ни в каких внешних оправданиях, которое эмоционально, спонтанно, вдохновенно и, как бы, естественно, абсолютно аполитично, при этом, как бы, не нуждается в пояснениях. Что говорят арт-эн-ляндвич? Искусство в любом случае нуждается в пояснении. Искусство не может существовать вне дискурса, поэтому к искусству обязательно нужен язык, который это искусство описывает и который это искусство конструирует как таковое. Почему это происходит именно в 60-е, почему важна именно ситуация с абстрактным экспрессионизмом? Потому что, каким бы это искусство не было в своих интенсиях, к этому времени оно становится, не то что мейнстримом, оно становится официозом. И это время холодной войны, когда этим искусством, когда абстрактным экспрессионизмом начинают манипулировать как идеологической мощью. Да, вот и после смерти Поллока, в основном поллоковское искусство, знаете, каким-то негласным образом назначается символом свободы творчества в демократическом мире, той свободы творчества, которая не существует в социалистическом мире. Потому что как раз в это время Хрущев очень вовремя разгоняет абстракцистов в манеже, создавая вот этот прецензир, что вот как бы нацисты и советский мир разгоняет, устраивает охоту на абстракцию, да, это дегенеративное искусство, это абстрактисты Эпитараса Хрущева. А у нас есть абстрактное искусство, у нас им можно заниматься. Вот у нас есть полок, несчастный, самоубившийся, спившийся, погибший, не самоубившийся, спившийся, разбившийся на машине полок трагический, который оказывается символом свободы искусства в западном мире. И выставки полока начинают активно вывозить. Его работу показывают на американской выставке в Сокольниках, знаменитой в том числе в Советском Союзе. И его, как бы, естественно, помимо его воли назначают вот этим самым знаменем свободы творчества. Что никак не говорит о том, что полок плохой художник, но говорит о том, как легко это искусство, которое само себя отказывается интерпретировать, оказывается объектом манипуляции, оказывается объектом идеологических игр. То, что отстаивает, как бы, то, что отстаивает Эатер Лемич, что вот эту модернистскую ситуацию, фигуру искусства, которое спонтанно, понятно, всем, да, способствует духовному росту, является проявлением свободы, что ничего такого не существует. Искусство нуждается в интерпретации. Более того, сама эта фигура вот этого художника, свободы, духовности и всего такого – это конструкты, конструкты, которые создаются интерпретирующим языком. Поэтому искусство должно существовать в связи с языком. Искусство – это всегда интерпретация искусства. Поэтому картина номер восемь – это картина, которая является описанием картины. Поэтому, как бы, любая карта, которая, та карта искусства, с которой мы работаем, она всегда неполная. Вот там следующие, пребывающие в «Артингвич» художники, Терри Аткинсон, в данном случае, Майкл Болдуин, представляют вот такую карту, которая ничего не указывает. В общем, на первый взгляд, это шутка. Это карта США, из которой изъяты все штаты, кроме Кентукки и Айова, по-моему, которые вот так зависают такими непонятными, как раз абстрактными формами в непонятно где. Но такой же оказывается и карта искусства. Вот та карта, как мы себе представляем искусство, потому что что они делают? Они пытаются восстановить другую карту искусства. Как бы та интерпретация, которая существует, та история искусства, которая существует на настоящий момент, которая пишется, как вот эта непрерывная линия от Пикассо до Поллока, условно говоря, это не единственная возможная история искусства. В искусстве были и тексты, и абсолютно другие практики. Оно не состоит из произведений, оно состоит из практик. Что эти практики сейчас маргинализированы, я читала их тексты, видимо, в 60-е годы они действительно, это была какая-то совершенно другая история искусства, в которой, например, там был кубизм, был Мандриан и был Малевич, но как абстракционисты, но не очень был сюрреализм, не очень был дадаизм, не очень был конструктивизм, не очень было все то, что занималось изданием журналов, дизайном, жизненными практиками, поисками других, как бы, ну, собственно, дискурсом, дискурсивностью. И они эту дискурсивность пытаются вернуть, сказав, что всегда, как бы, тот образ модернизма, который существует, это не единственная возможность, что всегда в любой истории искусства звучат два голоса. Один голос, одна история про то, с помощью каких эффектов и каким образом произведение воздействует на зрителя, что вот абстракция может выразить чувство, там, страсть, спонтанность и так далее. А другой голос все время говорит, а почему вы считаете, что именно чувство и страсть это хорошо, да? Что делает абстракцию хорошим искусством? Это же не всегда так было. И того же Поллока, там, когда он появился, как только не обзывали, в какой момент, какие внешние для искусства обстоятельства делают то или иное искусство принятым, признанным в качестве хорошего. Когда важно, чтобы искусство там показывало чистоту цвета, а не рассказывало интересную историю, например, как это было, в общем, сплошь и рядом до и сплошь и рядом после. Кто решил, что хорошо, что именно это является искусством? То есть то, чем занимается Артен Ленгвич, как они сами себя определяли в какой-то момент, это эпистемологическая инквизиция, по-моему, да, вот что определяет конфигурацию знаний. И занимаются они этим тоже такой как бы абсурдистской форме. Вот вам черный квадрат, который называется секретная живопись. Да, там что-то спрятано, под этим, но только автор об этом знает и никому не скажет, что это такое. Ну и в 2007 году появляется не секретная живопись, где тот же черный квадрат, но очень подробное описание, что же там под ним спрятано. Гарантированная и негарантированная картина. Что делает произведение искусством, произведением искусства, насколько условно это граница. Естественно, то, чем занимаются, каким образом они разрушают эту фигуру модернизма, как он тогда существовал, эту модернистскую парадигму, перепридумывая ее, разрушая, во-первых, что начиная заниматься дискурсивными практиками, начиная обсуждать это, начиная сдавать журнал. Собственно говоря, «Art and Language» первое, это не название художной группы, это название журнала, который постоянно издавался. Первое его издание так и называлось «Журнал концептуального искусства», но потом концептуальным искусством стало слишком много чего называться, и журнал стал называться просто «Артанглевянчик», потому что в искусстве обязательно есть язык. При этом это журнал, который среди участников «Артанглевянча» были не только художники, были обязательно художественные критики, историки искусства, который Чарльз Харрисон, который до сих пор является одним из трех ныне существующих, ныне действующих участников группы «Артанглевянча», пишет о них книги. Эти книги являются не книгой об «Артанглевянча», так же, как и журнал является не журналом об группе, его об искусстве, он и является их искусством. И в этот момент, как бы такой самый радикальный, причем это не конкретная поэзия, не визуальная поэзия, это не литература, это не художественная критика, это не тексты об искусстве, это и есть искусство, потому что искусство должно заниматься не созданием произведений, а исследованием того, что делает возможным эти произведения, что делает их считываемыми или несчитываемыми, что стоит за пределами искусства, что в конечном итоге манипулирует этим искусством, собственно говоря, что и называется эпистемологией. И это происходит, и такая самая радикальная, может быть, одна из самых известных их работ классических, это серия, которая называется «Индекс». Впервые такая работа была представлена на выставке документов Касселя, выставке 1972 года, которая, как раз, собственно говоря, и закрепила статус концептуального искусства как состоявшегося художественного феномена в 70-х годах. Это картотечные ящики, наполненные всеми текстами многочисленными, записями разговоров, статьями для журналов, которые к этому моменту группа «Арт и Лэнгвич» породила в своей художественной практике. Это как бы, они расставлены, вот они там все выставлены в зале, их можно читать, и, кроме того, они снабжены таким странным аппаратом всевозможных перекрестных ссылок, то есть такая бесконечная бюрократия. Есть несколько участников группы, есть множество текстов, вот в этом тексте и этого участника «А», и в этом тексте участника «Б» упоминается одна и та же тематика. В большинстве случаев они согласны друг с другом, а вот в этот момент по этой же тематике третий участник группы не согласен. То есть такая индексация того, какие есть темы, кто согласен, кто не согласен, кто противоречит другому, кто не противоречит другому. Они довольно долго занимались тем, что различным образом действительно индексировали результаты своих художественных изысканий, своих исследований, превращаясь таким образом, демонстрируя это в виде вот такой вот мизансцены, которая напоминала все, что угодно, только не галерею, да и не музей. Она напоминала библиотеку, она напоминала офис, она выглядела явно бюрократической. С точки зрения истории искусства она напоминала, возможно, доведенную до предела инсталляции минималистов. Вот у нас есть ящики Дональда Джада, которые в конце концов действительно превращаются в картотечные ящики. И минималисты для концептуалистов были очень важной афференцией, потому что, с одной стороны, это тоже искусство, которое вроде бы продолжает эту модернистскую фигуру, искусство в себе, которое не нуждается ни в каком тексте, не нуждается ни в каких интерпретациях, не интерпретирует самое себя, давая возможность кому угодно его интерпретировать как угодно, назначать его пластическими ценностями, выражением свободного, чем угодно. С другой стороны, это искусство, которое сделало очень важную, как пишут, очень важную перемену акцента. Если до этого в истории искусства существовала живопись и скульптура, существовала фигура зрителя, который должен стоять и смотреть на прекрасное произведение, сливаясь с ним в каком-то духовном порыве, что происходит прекрасно, это всё возможно, до сих пор мы все созерцаем полотно роткой, и от него можно куда-то улететь. Но вот что делает возможным эту фигуру созерцания полотно ротка, что находится за пределами полотна, где это полотно висит, в каком здании, кто его туда повесил, кто его купил. Да, это вот то, что начинает интересовать Артем Леонбович. Они говорят, что это означает, что появились минималисты, потому что минималисты, вот этот акт, что вот когда-то художники и критики занимались тем, что внутри картинной рамы находится, или тем, что находится там, то есть скульптура, ничем, что находится за пределами постамента, на котором эта скульптура стоит. А тут само это искусство сделано таким образом, что оно заставляет увидеть место, в котором оно стоит. Галерею, которая расставила все эти ящики у себя, там ещё что-то там. И появляется ощущение интереса к месту, выход за пределы вот этого автономного произведения искусства, как его предлагает Гринберг. У них никакой автономии нет, потому что интересно, а тут вокруг галерея, тут вокруг музея. Вообще-то произведение собрано не в мастерской, а в самом музее или в самой галерее. Оказывается страшно важным, что такое галерея. И поэтому, они говорят, что это искусство было дико популярным у музейщиков и у галерейстов, потому что оно позволяет увидеть в музее галерею. И вот здесь тоже важно, что это уже не произведение, это место, это вот эти вот самые ящики, которые превращены действительно в ящики, наполненные текстами, которые участники группы очень с большим интересом расписывали, вот с тематикой, с согласием, несогласием. Расписывали до такой степени, что в какой-то момент, они говорят, что это довело нас до параноидальности, когда ты начинаешь высчитывать, кто с кем, по какому пункту согласен и не согласен. И демонстрировали они, собственно говоря, ситуацию коммуникации, ситуацию сообщества, общения. Это опять-таки 70-е годы, когда там прекрасное комьюнити, сообщество, вот как бы некий новый способ общения, отчасти вера в то, что можно изменить социум, которая была в 60-е годы, кончилась, это холодная война, депрессия, все крах упования на так и не наступившую революцию, крах, собственно говоря, идеи сообщества. Поэтому тоже они в какой-то момент говорят, что остаётся художником, два варианта. То есть уже активизм как бы не работает, хотя кто-то как раз, Ян Бёрн, уходит в активизм, он возвращается в 70-е годы в Австралию и начинает там заниматься, делает, по-моему, дизайнерским, графическим дизайном для как раз профсоюзных, по-моему, деятелей, ещё что-то, ну, действительно начинает заниматься какими-то политическими проектами. Они говорят, что нам остаётся, художнику остаётся два варианта. Академия или богема. Почему богема не как социальное, а как психологическое состояние, вот они выбирают это состояние академии, исследования текстов, исследования, которые делают, что язык искусства непрактикуемо в таком случае, ни к чему не приложил, вот такой как псевдоакадемизм, достаточно для многих из них тупиковый, потому что это как бы нервный срыв модернизма. Невозможно сделать искусство, невозможно понять, что ты делаешь. И из этого нервного срыва как бы не все участники в этот момент начинает, группа начинает видоизменяться, распадаться, и первым из них уходит Терри Аткинсон, который внезапно начинает заниматься, вот самым невозможным в тот момент, он начинает заниматься фигуративной живописи. Потому что он говорит, что там, что произошло, в этот момент концептуальное искусство стало стилем. От нас все теперь, как всегда, концептуальное искусство, это когда стоят ящики полные текстов, поэтому никто даже не пытается их читать, это узнаваемо. Действительно, Кошут, который сотрудничал с Артем Клименко, это прекрасный пример опознаваемого концептуального искусства, это работа с текстом. Много букв классического. Сразу понятно, что это концептуальное искусство. А концептуальное искусство не должно быть узнаваемо, оно про пересмотр того, чем может быть искусством, поэтому, чтобы пересмотреть, что такое, чем может быть искусством, надо заняться абсолютно невозможным чем-то фигуративной живописью, которую сам Терри Аткинсон рассматривает как пародию на соцреализм. Соцреализм, который был самым предельно противоположным модернизмом. С одной стороны там Поллок, а с другой стороны у нас социалистический реализм. И вот к этому социалистическому реализму он как бы возвращается, делая проект, видите, работа, которая так неизвестна, что в интернете только две работы можно было найти, вот такого качества, я извиняюсь, а другого не было. Он делает историю про Первую мировую войну, батальную живопись. Причем делает документальный проект, он опрашивает участников войны, он пытается собрать их воспоминания, он работает с собранием военного музея лондонского. И при этом говорит, что я совершенно не понимаю, что он расскажет, что он как бы пытался выйти за пределы вот этого порочного круга, когда концептуализм становится эстетикой, когда это стилизация работы мысли, и действительно поработать мыслью. И понять, что опять-таки возвращается к тому проблеме, что делает картину картины. Вот те, кто отбирали картины куратора музея, военного музея, которые отбирают живопись, они ее отбирают почему? Потому что она про войну, потому что это хорошая живопись. В какой момент они начинают отбирать нереализм и модернизм? На каких условиях туда попадает модернизм? Что рассказывают эти участники войны? Они рассказывают то, что они видели или то, что они потом читали? Что такое фигура военного художника, который не является свидетелем? Насколько это возможно? То есть он выясняет, насколько искусство может рассказывать историю, насколько оно может быть свидетельно, как должна выглядеть картина о войне, чтобы в нее поверить. То есть он начинает заниматься той же самой концептуальной проблематикой, абсолютно меняя при этом эстетику. И дальше на протяжении 70-х и 80-х годов до сих пор делает всякое очень увлекательное, ироничное фигуративное искусство с сюжетами, открытки Троцкому, потому что Троцкий как раз был во время Холодной войны неучтенный коммунизм. Холодная война. Всем было очень удобно, чтобы коммунизм ассоциировался только со сталинизмом. Поэтому либо сталинизм, либо капитализм третьего не дано. А вот еще Троцкий был. А вот была какая-то другая идея ливизны. Давайте к ним вернемся. Но при этом Троцкий превращается в абсолютного персонажа, который пишет письма Джона Лоуку, который совершенно сквозь историю в 1690-й год. И сами эти тексты, естественно, здесь так же важны, как и картинки. Это не картина сама по себе. Это картина с текстом, как картина, которая рассказывает историю. Там такая колониальная серия с синими небесами, которые тоже важны с историей, и важны с этим синевой, как абстракцией, с какими-то всеми возможными сюжетами и подписями к этим картинкам, которые важны, с картинками, которые все время балансируют на грани абстракции. Такая работа, которая из ирландской серии, посвященная непростым, скажем так, отношениям Великобритании и Ирландии, со всей годской картинкой, с призраком, со свечами, с цветами, в которой важен этот текст, в которой важно, что это середина серии из нескольких листов, и видно, что с этого момента будет все больше и больше черного, и все меньше и меньше картинки, и в конце концов эта чернота, эту картинку, это фигуративное изображение съест. И там все время есть этот вопрос, насколько это на самом деле картина, или это имитация картины с целью изучить, чем может и чем не может быть картина. Хотя отдельно это тоже абстракция, но при этом это самолет-энологии вылетает из этих прекрасных монохромных полотен. И потом он стал делать инсталляции, такие странные детали со смазкой, с идеей смазки, смазки, которая немножко напоминает бойсовский жир в данном случае, оно, которое для него, как бы, что это, совсем все равно, что я художник, который работает как семантический процессор, что это машина. И для любой машины, для любой ментальной машины производства смысла, в котором является искусство, компьютер, для этого машину пора смазать. И вот что такое смазка, которая может быть прекрасным, и тоже с огромными текстами, каким смазка может быть прекрасным материалом для карьеры, потому что надо смазать нашу карьеру, каким она может быть прекрасным материалом абстрактного искусства, каким она может быть прекрасным материалом соцреализма, потому что ассоциируется с запахом автомеханика и трудового народа. При этом, что это нефть, где у нас производится нефть, какие у нас условия труда в мигрантов в Абу-Даби, то есть абсолютно все, что вокруг на это накручивается, вот само этой тоже такой субстанцией. И опять-таки с продолжением вот этих странных таких псевдофигуративных работ, в данном случае это тоже батальная сцена относительно недавняя, где картинки, образы, связанные с войной в заливе, сопоставлены с образами Второй мировой немецкий танковый батальон в Африке. Как рассказывает себя та и другая война, насколько возможна достоверность этой войны. Что касается оставшихся участников «Артен Ленгвич», они захватывают другое поле деятельности. Группа становится англо-американской. Американское отделение, в котором участвует как раз Кошут, главный идеолог американского концептуализма, издает журнал, который называется «Фокс», тоже там самая разнообразная деятельность. И они ищут новые способы деятельности, новые способы создать сообщество, новые способы тоже выйти за пределы вот этого производства концептуального искусства, про который уже все знают, как выглядит концептуальное искусство. Естественно, это достаточно политически ангажированное направление, левое, антикапиталистическое в любом случае. Почему важно интерпретировать искусство? Потому что за искусством всегда стоит идеология, всегда стоит политика, всегда стоит власть. Флаги для организации, которые в этой организации есть программа, которая про то, что текст этой программы – это политическая статья про то, как в капиталистическом обществе действует сила реклама, которая вызывает зависть. И как это чувство зависти является основой капитализма, потому что мы должны все время думать, что мы должны что-то купить, чтобы пережить эту зависть. Но такие как бы избытия, поэтому это вот постоянно на этой машине зависти все действует. Это такие уже никуда не девшиеся, к сожалению, до настоящего момента. Вещи для этой организации, для этой собственной публицистической статьи, они придумывают, что это программа организации, придумывают для нее флаги. Они издают журнал, они начинают работать с картинкой, хотя бы для обложек журнала и для апостеров. И это картинки, которые исследуют то же самое, что начинает исследовать Терри Аткинсон – идеологическое искусство. В данном случае это заимствование из различных идеологических стилей. Это нацистская и фашистская фашина. Это самые разные образы. Они говорят, что соцреализм, они говорят, что там есть китайский соцреализм, армянский соцреализм, или еще что-то. Весь, возможно, язык пропагандистского искусства. Но через этот язык пропагандистского искусства, который они говорят, что мы делаем его неясным, и поэтому его эстетизируем, они, опять-таки, так или иначе, достаточно неизбежно возвращаются к фигуративности, при этом продолжая заниматься еще самыми разными практиками. Например, в какой-то момент в Соединенных Штатах Артен Ленгвич начинают сотрудничать с рок-группой Рэд Крайола, прекрасной психоделической экспериментальной рок-группой. Участник, основатель которой Майя Томсен сам был художником. Есть, да, он начинал с того, что он был ассистентом Роберта Раушенберга как художник. Потом он создал эту группу до настоящего момента действия. Вообще, они вместе выпускают диски, и все эти прекрасные политические, идеологические, очень теоретические интеллектуальные тексты Артен Ленгвич поют. А включите, пожалуйста, клип. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Русского рока, среднерусская возвышенность, созданная московскими концептуалистами. Это действительно отличная совершенно культовая рок-группа, у которой был вот такой удивительный период сотрудничества с Артеном Ленгвич. Они выпустили несколько альбомов, слушаемых абсолютно. И к этим альбомам проект, фрагмент, которого мы слушали, назывались «Исправленные слоганы». И, естественно, как и любое производство дисков, это дизайн обложек, и дизайн этих обложек был, виниловую эпоху и дизайн этих обложек, также эти обложки были носителями одних из самых потом повторяющихся и запоминающихся знаковых работ Артен Ленгвич того времени уже фигуративных. Вот такое перевернутое изображение кенгуру, название альбома, которое отсылает к художнику-базелецу, который был продолжателем того самого очень относительной фигуры модернистского творца с абсолютным произведением Базелец, который имеет обыкновение, который все свои работы пишет кверх ногами, такая мелокспрессионистская живопись, написанная кверх ногами. Здесь это изображение кенгуру, который кверх ногами. И опять-таки с вопросом про язык, про значение, про то, что делает, создает смысл изображению. Это байка, что когда Кук увидел в Австралии, впервые увидел кенгуру, он спросил у местных жителей, как называется этот зверь. Ему ответили кенгуру, что на авторийском языке, на языке этих людей, я бы сначала не знаю. И с тех пор это неподтвержденная версия, но вот это вот кенгуру, я не знаю, что это без языка. И история про что мы видим, как мы видим, что мы знаем, что составляет смысл картинки, почему мы считываем изображение или не считываем его. Опять-таки это продолжение эпистемологии уже в визуальном искусстве, в картинках продолжается, там журналы Art and Language, способы видеть, с отсылкой к книге Джона Бёрджеса, и при этом с таким исправленным вариантом магритовского работы толкования сновидений, с другими уже понятиями. Вот у нас под кувшином написано Вальтер Беньямин, например, то есть какими-то словами и значениями более апроприированными уже концептуалистским дискурсом того времени. И с этим кенгуру, на обложке, на пластинке, собственно, кенгуру появляется композиция с загадочным названием «Портрет Ленина в стиле Джексона Поллока». И это эссе, и это название следующей выставки концептуалистов как Art and Language, от которой к тому моменту остались два участника, два художника и критик Чарльз Харрисон, которому нету, наверное, фотографий. Вообще, эту фотографию тоже было очень сложно найти, как бы действительно не про авторов. Вот тут появляется портрет Ленина в кепке в стиле Джексона Поллока. Появляется, естественно, как шутка. Это немножко для нас, может быть, это первая ассоциация, что это встреча двух скульптур Ленина в Джекамете. Это тоже такая невозможная картина, которая не может существовать. Соцреализм и абсолютно противоположный ему Поллок. Картина, внутри которой действительно игра с тем, как мы воспринимаем, там внутри действительно спрятан портрет Ленина. Если так перенастроить взгляд, его можно рассмотреть. Это история про видение, такой более понятный портрет Ленина. Знаете, про классические визуальные шарады, что мы здесь видим, охотника или утку, два профиля или кувшин, как надо перенастраивать зрение, чтобы увидеть здесь либо портрет Ленина, либо картину Джексона Поллока. Тоже такая анаморфоз, то, с чем они первые работали. Сальватор Дали, например, очень любил такие игры. Здесь это история про идеологию, опять-таки, про то, что стоит за искусство, про то, что это невозможная картина, которую даже невозможно видеть одновременно, удерживая то и другое, и про природу нашего восприятия картины. Уже не про природу и идеологию, а про то, как мы можем видеть эту картину, возможно ли ее увидеть. Поэтому еще один из портретов, который они берут, они берут портрет Ленина. Знаете, фотография, где он в гриме, где его нельзя узнать. Вот как сделать картину неузнаваемой, загримированный портрет портрета. И дальше идет вся эта серия с стилем Джексона Поллока как камуфляжем, что тоже, в общем-то, недалеко от этого Орхол делал серию с камуфляжем, которая тоже была пародией, отчасти не пародией, а отсылкой к Поллоку, что скрывается за живописью Поллока. Вот это может быть Герника, это может быть портрет президента Буша, там в стиле, каждый раз бралась конкретная работа Поллока, действительно работа Поллока, которая хранится в Тегеранском музее искусства. Вся идеологическая история, почему картина Поллока возможно может быть в Тегеранском музее, что за этим стоит, как к этому, вот там еще портрет Буша, ну и там более понятный, более понятный портрет Путина там тоже есть. Вот что такое, почему-то история не про политику, это все-таки не политический анекдот, это история про восприятие живописи, потому что в этот момент Артель Левович начинает интересовать, как устроена живопись, и куда наконец подевался вот тот самый зритель, который благоговеет перед картиной, и который так и не стал зрителем, который с увлечением роется в картотечных ящиках, но куда-то тоже исчез, насколько еще можно смотреть на картины, насколько картина является картиной. Они занимаются как бы живописью, как инструментом исследования живопись. Все работы, как бы как это сделано, они использовали трафареты, там Ленина, Буша, потом по этому трафарету закрашивали это изображение в стиле Джексона Поллока, имея в виду каждый раз определенную картину Поллока, какую-то, не вообще в стиле Поллока, а вот в стиле именно эта работа Поллока, они были менее узнаваемые. Дальше делали фотокопии. На выставках не было живописи, на выставках были только фотокопии этих работ, собственно говоря, чтобы избежать этого представления, потому что это настоящая картина, и к тому же, если это настоящая живопись, то ее же и продать можно. Это все равно какой-то выход за пределы вот этой истории про то, что Артен Ленгвич наконец одумались и перестали быть концептуалистами, стали живописцами, что довольно часто им приписывалось, тем более, что это 80-е годы, возвращение к живописи, неоэкспрессионизм и подъем Артенка за одно. То есть опять возникает интерес к картине-картине, которую они отыгрывают, они начинают исследовать, чем бы эта картина могла сейчас быть, насколько она сейчас возможна. Исследуют, а продолжают, вот это портреты мечта, одна из последних работ Поллока, недавних инсталляций, где есть, опять-таки, это текст, но это текст превращен в гирлянду, то есть это текст, который сведен к декоративной функции искусства, это текст, который сведен к информации, декорации, даже концептуалистский текст может быть декоративным, а полок превращается, полок, псевдополок, расклеенный на стены, вот в таком виде превращается в то, как один из самых, как они сами вспоминают, один из самых эффектных ругательств в адрес Поллока, пока он еще не стал официальным художником и воплощением свободы творчества в Америке, было «Апокалиптические обои». Вот это и есть «Апокалиптические обои», это опять возвращается к этим «Апокалиптическим обоям». И что прячется за картиной, что прячется за модернизмом, если модернистское полотно это одна поверхность, все происходит на поверхности, а пространство, это все там иллюзорное пространство, картина как окно в мир, это все то, что принадлежит классическому искусству. У нас есть поверхность, но эта поверхность – это всего лишь снег, за этим снегом прячется история, прячется наррация, прячется идеология. Это, извините, Сталин в этом прекрасном апрессионистском снегу где-то притаился. И как вообще эта картина может создаваться? Вот такая вот тоже серия истошной живописи с мертвыми женщинами. Эта живопись, эта картина написана кистью, которую держит в зубах художник. Поэтому они получаются такими экспрессионистскими, поэтому эта история, опять-таки, у нас полок, у нас живопись действия. Вот каким мучительным должно быть это действие, агрессивное, мужское, по отношению к картине, как неловко. И в этот момент они пишут, собственно говоря, они делают одну из следующих своих самых знаменитых серий. Это, опять-таки, индекс, как и картотечные ящики, но это индекс, представляющий мастерскую художника. Мастерскую художника, которая еще в индексе на документе была... Друзья, у вас есть охрана? Когда они начинают выстраивать, что сама эта ситуация картотечных ящиков с беседами есть репрезентация мастерской художника, мастерской как место беседы, как место выяснения истины, поиска. Теперь они делают классическую картину «Мастерская художника», которая была у Вермира и у Курбе. Что такое их мастерская? Они пишут свою мастерскую, в которой они помещают все... Не интервью... Там есть их работа, вот этот портрет Ленина, но, в принципе, там есть множество изображений. Наша мастерская – это не наша душа, это все, что мы любим в искусстве. Это все атрибуты искусства. Там подробный анализ, там напичканы произведения, там фрагмы, цитаты, отсылки к самым разным работам, важным для них произведениям искусства XX века, старинного искусства. Вот такой мастерская художника, его тайный мир – это культура, в которой он существует. И потом эта картина начинает обретать множество разных версий. Она затемняется, просветляется, рассвечивается. Эта картина пишется, опять-таки, она помещается в темноту, она пишется в темноте. В ней появляются фрагменты только тех работ, которые туда… Так что это классическая мастерская художника, это работа, знаете, как у Матисса, это такой каталог. Все мои работы висят в моей мастерской, вот я их быстренько вам представлю. Это такой жанр. Вот здесь тоже есть все их работы, они в какой-то момент выбирают только самые неудачные свои работы, то, что было нашим провалом, здесь видно. Что такое? Потом это все уходит в темноту, потом это мастерская, которая освещена взрывом, но это не рембрантовский свет картины изнутри, это свет какого-то взрыва, который происходит рядом с этой мастерской, отблески его падают на полотно. Да, вот все эти агрегатные состояния этой живописи. И после серии про мастерскую, где важный, опять-таки, что это не про живопись, а про то, в каком месте, условия возникновения произведения искусства, мастерская художника, что потом нужно для реализации истории, где это произведение будет содержаться в музее. Идет огромная серия картины в музее, представление выставки, которой у них никогда не было, в музее, который, по всей очевидности, является музеем современного искусства, и даже считается, что это музей Уитни, при том, у которого было меньше всего шансов сделать там ретроспективу в 80-е годы, поскольку это музей только американского искусства, они типа английские художники. И появляется вот этот весь, как бы, изображение одной и той же сцены, где они все свои работы помещают в музей, где, вот как то, что они говорили про минималистов, гораздо более значимым, чем эти работы, становится само место, вот эта архитектура этого воображаемого музея, в который, в конце концов, работы пропадают. И они продолжают, как бы, серия живописи, которую они делают, называется «Заложники». И эта история, правда, как бы, балансирует, серия, которая балансирует между абстракцией и фигуративным искусством, где время то, что является фигуративной живописью, оказывается в заложниках у абстракции, что там есть какой-то вот этот прекрасный импрессионистский пейзаж, который мы всегда хотим увидеть в картине, но почему-то он спрятан внутри минимализма, что при этом невозможен ни минимализм, ни импрессионис, что вообще сама картина – это какой-то заложник музея, что любое произведение – заложник ситуации, заложник дискурса, заложник интерпретации, поэтому даже живопись остается заложником той ситуации, в которую ее помещают художники. Она все время, за этой поверхностью все время что-то прячется. Причем интересно, что остальные участники, уже отколовшиеся давно, но Иоанн Бёрд примерно в то же время делает то же самое. То есть они все равно все возвращаются к этой как бы фигуративной живописи, к картине, которая является не картиной, а инструментом исследования, картиной такой лабораторной работы про то, что такое живопись сегодня. Это может быть как бы возвращение к индексу, к картотечным ящикам документа, но теперь она заполнена полотнами, но эти полотна невозможно рассмотреть. Это вот та самая ранняя абстракция, с которой многие из них начинали, один из них начинал. Это может быть, опять-таки, название выставки, название альбома Ред Крайолы. Что это? Это мебель, да? Это опять-таки почему возникает мебель, потому что это та самая обстановка мастерской, обстановка места дискуссии, места разговора, места сообщества, но это как бы место обучения, поэтому немножко школьные парты, из чего они сделаны. Это картины, это живопись, представляющая нечитаемые страницы текстов арт-эндэнгвич, когда уже то, что казалось ясным, то, что казалось объясняющим живопись, уходит, проваливается, погружается за эту самую живописную поверхность. То есть это такая, как бы абсолютно язык остается темным, язык продолжает быть темным, никакой ясности не бывает. Это замечательно у них было название одной из ретроспективных музейных в 2000 году, «Слишком темно, чтобы читать». Это как бы все про чтение, это все про язык, но уже стало слишком темно, чтобы читать. Ну как бы это, знаете, проблема всех выставок, где много текстов с аппликациями, что всегда в зале оказывается слишком темно, чтобы прочесть весь текст. И второе название их, еще одно у них действительно замечательное название, «Интероспектива», другая ретроспектива называлась, ну как есть, «Художник за работой», «Художник не за работой», «Художник в тот момент, когда он не работает», потому что здесь нет живописи, и свою живопись они могут передоверить кому-то другому. Вот еще один вариант картины, это все тот же, вариации, по-моему, у нас все тоже тема «Мастерской художника», но это картина, сделанная актерами. Название абсолютно соответствует, в действительности, с какого-то определенного момента «Артен Ленвич» сотрудничает не только с рок-группой «Рэд Крайол», а еще сотрудничает с театром, который называется «Бар Джексона Поллока», причем действительно и такой бар существует, и такой театр существует, они его встречают, понимают, что это замечательно, и они делают совместные перформансы. В чем заключается перформанс? В основном в том, что актеры этого театра произносят, разыгрывают тексты «Артен Ленвич», вот эту ситуацию, дискуссии, разговора, диалога, беседы, вот то, что хотели, изначально «Артен Ленвич» хотели принести в искусство, где зритель должен оказаться не в ситуации, когда он должен стоять перед картиной и созерцать ее, а когда есть некая дискуссия, разговор, в которую он может включиться теоретически, в котором он уже может быть участником. Здесь уже никто не может быть участником, разговор разыгрывается, как театральная пьеса, и те же самые актеры этого театра делали их же по инструкциям художников, делали вот эту самую картину, написанную актерами, совершенно замечательно, наконец, картину «Артен Ленвич» написала группа, которая называется «Джексон Поллок», я думаю, за название. И все эти сопоставления смыслов, часть выставки, происхождение мира Курбе и изображение дуба, два символа плодородия, дуб всегда был символом плодородия, как и то, и другое картинка, в конце концов, в каком они могут существовать в контексте. Их старые картины становятся декоративными картинами, даже зеркало нарисовано, написано как живопись. И то, что остается, вот эти стулья, 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 стулья как приглашение к разговору, стулья как приглашение к созерцанию самых разных картин, но в самых разных стилях. Стулья, которые остаются в этой ситуации, стулья, на которые нельзя сесть, потому что стулья, которые сделаны из живописи, которые уже и не картина, и для созерцания, и не стуль, на который можно присесть в состояние, чтобы побеседовать и перевести это искусство в состояние разговора и дискурса, потому что это некая утрата сообщества и утрата, в котором это все возможно, такие пустые стулья, немножко в стиле пьесы и жены Анаска. Спасибо. Мы немножечко задержались, может быть, у кого-то есть все равно вопросы, мы готовы задать. Сейчас подождите, пожалуйста, микрофон. У кого был вопрос? Ирина, спасибо за лекцию. Во многих странах, в том числе во многих штатах, существуют законы, которые запрещают скрывать лицо свое. Есть ли в связи с этим сложности... Простите? ...существуют законы, которые запрещают скрывать свое лицо во многих странах. Есть ли какие-то сложности у Горилла Геллса и подобных коллективов в связи с этим? Вы знаете, я никогда об этом не слышала, но что значит запрещается скрывать лицо? А актер на сцене, который в маске выступает? А группа The Residence? В общественных местах имеется в виду? Театр — это уже общественное место. Я не думаю, что у них когда-то были с этим проблемы. Фотографироваться на паспорт на жертве нельзя. Все, вопросов больше нет. Благодарим вас за внимание. Есть еще вопрос, да? Прошу прощения. Да, здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Было интересно послушать. Я бы хотела узнать насчет сотрудничества Raid Cranes и группы Art & Language. Вот какая была идея их совместного проекта и были ли заложены какой-то смысл в их тексты? Какого проекта? Ну вот Raid Cranes и Art & Language. Raid Cranes, тексты были, все тексты были тексты Art & Language, которые просто пелись. Я думаю, что там идея была другого способа существования искусства, что это не обязательно должна быть музейная выставка, но и не обязательно должна быть картотечные ящики в галерее. Это ровно наоборот, а вдруг это может быть рок-музыка, что эти все тексты можно спеть. Я думаю, что это интерес просто самой группы, которая очень хорошая, экспериментальная, и которой это было интересно. Но там в 70-е годы в музыке много чего интересного происходило, почему бы и не такое? Еще вопросы? Благодарим вас за внимание. И будем с удовольствием вас ждать на следующей лекции, которая пройдет 5 октября в лектории музея. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.